Здравствуйте всем! Продолжаем изучение мифов из книги Галиды, относящихся к эпохе Индры, к эпохе влияния сил тьмы на мир Земли. Сегодня мы будем разбирать миф, который называется «Волх учит покаянию». Этот миф является продолжением мифа из предыдущего видео. Как на морюшке океан, на чудесный остров Набуян, да на камешек белгорючий, да на ивушку туплокучую прилетела сирен печальная, песня жалобно напевала, низко голову преклоняла. Как смотрела сирен на морюшко, в синем морюшке волны пенятся, меркли в небушке звездочки частые, застилала тьма месяц ясный. Буря на море разогралась, с глубины струя поднималась, разбивала буря суда, в клочья рвала их порусла, отнесла одни к Адунаю, а другие к Тихому Дону, третьи в морюшке утопила. То не селезень в море плавал и нырял, то не ярый гоголь, то с волнами бился корабль, а на том кораблике волх со своей хороброй дружиною. Как по палубе волх похаживал, проливал он слезы горючие, слово молвил он корабельщикам. Ой, вы, братцы мои, корабельщики, вся моя дружина хоробрая, то не буря нас топит в море, бьют корабль несильные волны, то молитва родимой матушки нас карает и топит в море. Как я в дальний путь снаряжался, в путь дороженьку собирался, не просил тогда я прощения и не принял благословения. Я не слушал матушку землю и не чтил сестрицу Чернаву. Как на добром коне со двора скакал, я людей копытами потоптал, кровь невинную проливал. Проезжал мимо храма Всевышнего, перед вышним шапочки не снимал и Отца Небесного не призывал. Еще говорил волх, сын Змеич, если нас Всевышний помилует, коль корабль избавит от гибели, буду чтить я матушку землю и сестру родную Чернаву. И отправлюсь я к саду Ирию, да котой горе Алатырской, и омоюсь в молочной речке, смою все грехи свои тяжкие, буду славить Бога Всевышнего. Только он слова эти вымолвил, стал Всевышний им помогать, стало морюшко утихать, и прибила корабль волха прямо к камешку белгорючему. И тогда дружинушка волха вся сходила на бережок, на колени не упали, и Всевышнего прославляли. И так, как говорится, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Волх-змей, очрожденный в эпоху Индры, как олицетворение яростной ненависти душ славянских воинов, которые видели, что сотворил темный змей Индра с землей матушкой, овладев ею. Это была справедливая ярость, но все-таки ярость и ненависть, а значит, это была темная сила. В этой части мифа мы видим, что волх приходит к пониманию, к смирению перед Богом Всевышним и признанию Его воли. Волх приходит к пониманию того, что нужно почитать не только Бога Всевышнего рода, но и свой род, землю матушку, сестрицу Чернаву. Благословение матери значит многое. Очень часто мы такое наблюдаем и в обычной жизни обычных людей. И пошел тут Велес ко матушке ко сырой земле, прямо в тере. Там, как вьюн перед ней увивался, умолял дать благословение, чтоб идти ему к Алатырю, там Всевышнему помолиться, искупаться в молочной речке. Говорила ему мать сыра земля, мгой еси ты, чадо родимое, молодой ты, Велес, коль пойдешь на доброе дело, дам тебе я благословение, коль опять на войну не дам. И булат от жару расплавится, растопило сердце матери и дала мать благословение. Итак, Волх просит благословение у матушки земли, и земля говорит ему, что время войны прошло, коль пойдешь на войну, не дам благословение, коль пойдешь на доброе дело, то дам благословение. Волх как раз собирается отправиться в сваргу, чтобы очиститься от грехов. То есть Волх собрался покаяться в своих грехах, в основном это была пролитая кровь, и очень часто невинно пролитая кровь, и очиститься. Пришло время покаяния после войны. Вот поплыли они синим морюшком, едут день они и неделю, говорил тогда буйный Волх. Ай вегуй еси корабельщики, много в битвах мы брали золото, много душ людских загубили. Ныне душу свою нам пора спасать. Ехать нужно нам в Калатырю, в небесный Ирийский сад, говорили ему корабельщики. Прямо ехать нам будет семь недель, а кольной дорогою тридцать лет. Проплывал корабль мимо острова, что близ устья цара реки, а на острове том застава. Великаны не пропускают в устья ра реки корабли. Они скалы и камни бросают в море, и пройти туда невозможно. Не страшусь я, горынь, пусть боятся они моего очерпленного вяза, говорил им так Волх-сын Змеевич. Мы проедем в устья прямым путем мимо горных тех великанов. И проплыл корабль прямо в устья. Волх увидел гору высокую, приказал пристать, бросить сходни. И тогда поднимался Волх, да на горушку Сорочинскую. Вслед за ними поднималась дружинушка. А как был сын Индры, на полу горе он увидел великий череп. Он ударил его, да и прочь пошел. И услышал он голос вещей. Ай-ты-го-и-си, Волх, сын Индрика, где лежит голова молодецкая. Был в Аллу, поверженный Индрой. Был тут молодец, да не слабей тебя, вскоре ты займешь это место. Поднимался Волх к вершинушке, видит он, лежит черный камень. Вышину тут камень, три сажени, поперек три вершинушки, а на камне том надпись писана. А кто станет у камешка тешится, да и тешится забавляться, перескакивая черный камень, тот останется здесь навеки. Посмотрел на камень Индри, Индри сын, и не стал у камешка тешиться, перескакивая черный камень. Итак, что мы здесь, какие мы здесь из этого прочитанного части мифа можем сделать выводы. Выводы таковы, что стал Волх искать Бога, чувствуя, что нужно спасать душу, ибо тяжик стал ему груз совершенных грехов. Путь к алтарю небесному лежит через два пути, прямым и окольным. Окольный путь очень долг, но более безопасный. Прямой путь гораздо быстрее, семь недель, как написано в мифе, но он опаснее, так как там подстерегают горыни-великаны. Это путь преодоления своих страхов, но поскольку Волх воин бесстрашный, то он идет прямым путем через страхи, через горынь, и впоследствии оказывается, что эти страхи не такие уж страшны. Однако на пути он встречает некий черный камень, словно сталкивается с собственной тьмой. Преодоление этой тьмы дает качество, необходимое для служения Всевышнему. Но столкнувшись с этим каменем в первый раз, Волх еще пока не имеет силы, чтобы перепрыгнуть его, хотя получает предсказание, что вскоре он это сможет сделать и занять место того, чей череп он ударил. Череп здесь как символ смерти, то есть Волху было предсказано, что вскоре он перейдет в новое качество и умрет для себя прежнего. И как отражение эпохи Индры, эпохи Козерога, Волх поднимается в Гуру, Сарачинскую, то есть вступает на горний путь построения внутреннего храма. Это и есть высшая мистерия знака Козерога. И явились к Волху змеичу тут горынюшки великаны. Держишь путь куда? Попросили. Я плыву к горе Алатырска к горючему Алатырю, помолиться Богу Всевышнему во молочной реке омыться. Говорили ему горыни, помолись за нас буйный велес. И сажали его за богатый стол, наливали вина, чару полную. Волх поднял ту чару одной рукой, выпивал же единым духом. Приносили ему подарочки. Первую мисочку чисто серебра, а другую то красно-золото, вслед и третью то скатно-жемчуга. Волх встречается с горынычами, великанами, то есть со страхами. Хотя Волх змеич и был грозным иногда и жестоким воителем, однако в нем не было страха. Поэтому горынычи награждают его за бесстрашие серебром, золотом и жемчугом и отпускают с миром. Словно предки говорят нам, если вы идете на благое дело, если вступаете на путь очищения себя и поиска Бога, то идите туда, где вам более всего страшно, через свои страхи. На самом деле эти страхи иллюзия. И поплыл вогл смеич по рарике, а потом поплыл по смородине, до небесной сварги добрался, и пришел он к камню латырю. И молился он Богу Всевышнему, и просил у Бога прощения, за себя просил и за молодцев, за свою дружинушку храбрую, и за всех, с кем он лютовал, гулял. Поклонился камню латырию, скупался в молочной реченьке и смывал грехи свои тяжкие. А в ту пору его дружина тоже стала купаться в реченьке. Подходила к ним Макош матушка, говорила им таковые слова. Вы зачем купаетесь в сварге? Здесь купаться разрешаться только сыну Индрика Волху, ведь ему имя Мудрый Велес, вы за то его потеряете. Отвечали дружинники Макуши. Волх наш не робок, что станется с ним? Он осилит любую силу. В этой части мифа есть один очень интересный момент. Матушка Макуш говорит дружине Волха, что за то, что они купались в сварге, они потеряют Волха. Купание в молочной реке смывает все реки и приносит очищение. Кто такая дружина Волха? Дружина Волха это его боевая сила. Как у каждого бога есть его сила или шахти, как бы женская его часть, через которую он выражается, символическая супруга, так у Волха есть такая боевая сила. Но это сила темная, яростная, изначально от рождения, потому что эту силу Волх все-таки унаследовал от своего отца Индры, а его отец мог ему передать только темную силу. Если такую силу поместить в очищающуюся небесную реку, то я думаю, она в ней растворится. Дружина Волха говорит матушке Макуши, мол, ничего страшного, даже если наш Велес останется без нас, он и сам по себе сильный. Но эта дружина все-таки потеряла Волха, как и сказала Макуш, а как об этом мы прочитаем дальше. И вернулся Волх к дружине и поплыл обратно по реке вниз по реченьке к морю черному, да, к той горе Сорочинской. Выходили к нему великаны, выходили и низко кланились. Здрав будь Волх, сын Змеич, как съездил в сварку, я за вас просил великаны. И прощался он с великанами и поплыл к горе Сорочинской, захотелось ему вновь на горушку. Приставал и бросал он сходни и взбирался вверх за дружину. Поднимался Волх тут на полгоры, видит, череп лежит на дороженьке. Провещал он буйно Волху. Гой, если ты велик, сын Индрика, был я молодец, не слабей тебя, а теперь лежу костью голую. Не меня ли ты заменить пришел? Не послушал Змеич и прочь пошел. И взошел на гору высокую. Обратите внимание, что в данном случае вещающий череп обращается к нему уже не как к Волху, а Гой, еси, ты велик, сын Индрика. То есть Волх мы здесь видим приобрел некие уже качества, которые уже не делают его Волхом, как бы приближают его к состоянию велик. Вот лежит пред ним черный камень. В вышину тот камень три сажени, в поперечнике три оршинушки, а на камешке надпись писана, а кто станет у камешка тешится, да и тешится забавляться, перескакивая черный камень, тот останется здесь навеки. Волх той надписи не поверил, стал с дружинушкой забавляться, перескакивая черный камень. Только камень он перескакивал, голос вышнего раздавался. Здесь навеки велик останься, охранять все подступы к наве, вырис светлый и пекло темное. Стражем будешь речки смородины рарики и черного камня. Все как сказано, так и сталось. И пришла тружинушка волха к сырой земле и чернаве. Велис мощный служит всевышневу на высокой горе Сорочинской и у быстрой речки смородинки он стоит отныне на страже. Именно так волх Велис стал хранителем входа в три мира из мира яви вправь на афи пекло. На этот раз подойдя к черному камню волх смог его перепрыгнуть. Следовательно это говорит о том, что у него для этого появилась внутренняя сила после очищения в сварге. Из волха он уже перешел и поставь Велиса. Он перешел в новые качества именно поэтому волх превратился из жестокого воителя в стража служителя Всевышнему. Ему дана была сила хранить и направлять души по четырем направлениям в явь правь навь и пекло. Воинственная яростная сила то есть дружина волха ему для этого уже была не нужна. Он приобрел иную силу поэтому его дружина вернулась без него и сообщила матушке земле что ее сын остался служить Всевышнему. Сила ненависти козлу преодолев эту тьму ненависти очистившись светом Всевышнего может служить Всевышнему как его страж. Благодарю всех за внимание.